Доброе утро, уважаемые радиослушатели! И по традиции, коротко о знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. В этот день, в 1975 году, в СССР вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень-Сургут. В 1789 году во Франции отменено крепостное право. 20 лет назад в России установлены официальные символы президентской власти. Согласно указу, символами президентской власти является штандарт, флаг президента России, знак президента и специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации. В 1941 году началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков. В 1940 году Латвия принята в состав СССР. В 1956 году на стадионе имени Ленина состоялось открытие первой спартакиады народа в СССР. В этот день, в разные годы, родились такие известные люди, как американский экономист российского происхождения, лауреат Нобелевской премии Василий Леонтьев и советский альпинист, собиратель альпинистского фольклора Николай Корчев. Далее нашу программу продолжит музыка. Не переключайтесь. Играет музыка. Мы рождены с тобою для того, чтобы быть счастливее всех на свете. И этот мир улыбался нам, пока мы дети. Куда уносит время нередко воспоминания. И вот уже два островка, мы в океане. Дожди пройдут, пройдут стороной, только ты, оставайся с тобой. Дожди пройдут, пройдут дожди, только ты, подожди. Мы рождены с тобою для того, чтобы видеть, как приходит лето. И этот мир улыбнется нам лучами света. И дни веселых череда пройдет, когда настанет осень. Но сердце летом сохранить, мы попросим. Дожди пройдут, пройдут стороной, только ты, оставайся с тобой. Дожди пройдут, пройдут дожди, только ты, подожди. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Дожди пройдут, пройдут, пройдут стороной, только ты, оставайся с тобой. Дожди пройдут, пройдут дожди, только ты, подожди, подожди. На волне радио Карачао-Черкесия, информационно-музыкальная программа «Республика». Сегодня пятница, 5 августа, в студии Мадина Жужуева. В Министерстве внутренних дел Республики состоялась пресс-конференция с главой ведомства Казимиром Баташевым, главной темой которой стали итоги деятельности полицейских и, конечно же, приоритетные задачи на ближайшую перспективу. Моя коллега Валерия Догужиева, побывавшая на встрече с министром УВД Республики, взвесила все «за» и «против». В первую очередь, обращаясь к журналистам, министр внутренних дел Республики Казимир Баташев поблагодарил их за тесное взаимодействие и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Первое, на что обратил внимание руководитель ведомства, это складывающаяся ситуация на дорогах Республики. Пусть незначительно, но предпринятыми мерами в этом году удалось снизить все основные показатели аварийности. Количество ДТП снижено на 2%, погибших на 19% и раненых на 5%. С развитием курортов в Карачао-Черкесии интенсивность движения на автомобильных дорогах с каждым годом увеличивается, в связи с чем возникает необходимость более широко применения системы автоматической фиксации административных правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения. По инициативе МВД по Карачао-Черкесии при активной поддержке главы Республики в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий повышение уровня обеспечения безопасности дорожного движения. Правительством Республики было принято решение установить на аварийно-опасных участках автомобильных дорог 35 стационарных комплексов автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, рассказал Казимир Халисович. Мы имеем снижение по погибшим в результате ДТП на 19%, у нас 49% против 58%, на 5% это 334% в этом году против 351% в прошлом году. Ну и соответственно тяжесть последствий дорожного транспорта 12,3% в этом году, в прошлом году было. В целом идет такое системное снижение, в этом году и в прошлом у нас пошло снижение по сравнению с позапрошлым. И в этом году у нас, если аналогичный период брать, то идет системное снижение. Те мероприятия, которые мы сейчас проводим, позволят нам удержать, то к концу года еще будет больше разных. Плюс к этому мы на сегодняшний день входим в число 2, 2 всего в Россию субъекта с наименьшим впечением техническими средствами на дорогах, средства фото-видеофиксации. Мы совместно главой республики с правительством приняли решение, значит, на данный момент сейчас идут работы, по установлению 35 камер фото-видеофиксации на дорогах ключевых таких, где мы получали наиболее резонансные дорожно-транспортные происшествия. Плюс еще и в других там местах, ну, пока исходя из тех возможностей, которые нам были предъявлены, мы на 35, к концу года хотим выйти на более чем 40 камер, ну, там в зависимости от расчета. Нужны силы и средства лицефизические, чтобы сотрудники могли это все обрабатывать. Мы экспериментально поставили на улице Ленина видеокамеру с фото-видеофиксацией, и у нас за месяц получилось более 2000 нарушений. А эти 2000 – это, значит, нужны сотрудники, которые должны обслуживать. Эта одна камера нам дала вот столько нарушений. Это приведет к конечному итогу ситуации, когда мы получим снижение, да, люди начнут привыкать, что есть камеры, что за так называемые письма счастья, это какой-то период должен пройти, согласитесь, люди поняли, что надо. В целом, я мог бы сказать, что растет культура вождения. Другим актуальным вопросом на пресс-конференции стала подготовка правоохранительных органов к предстоящим выборам. Министерством внутренних дел республики совместно с антитеррористической комиссией и комиссией по проведению предстоящих выборов уже организован ряд мероприятий для обеспечения безопасности в ходе избирательной кампании, поделился с нами Казимир Поташев. У нас проведены мероприятия совместной антитеррористической комиссии и совместной комиссией по проведению предстоящих выборов. В сегодняшний день у нас есть алгоритм действий, выработаны меры по реакции на те или иные события. Уверен, что мы готовы, мы проведем их, не допустим, каких-то значительных нарушений общественного порядка и безопасности. Конечно, в голову залезть каждому мы не сможем, кто там что-то задумал. Меры, которые мы подготовили, я думаю, не позволят повлиять на то, чтобы эти выборы были сорваны. Отдельное внимание на встречу было уделено борьбе с экстремизмом, а также предотвращению вербовки наших граждан в ряды незаконной организации ИГИЛ на территории Сирии. Речь идет о выявленных преступлениях. Это деятельность сотрудников МВД, Управления Федеральной службы безопасности, других структур. Они в результате своей деятельности выявили, скажем так, в таком спящем режиме эти события. Плюс они еще связаны с тем, что мы являемся, наверное, лидирующим субъектом в Российской Федерации, где у нас есть обоснованные данные, документально подтвержденные данные о том, что человек является участником боевых действий за рубежом, как правило. Это в Сирии, в Ираке или выехал, допустим, в другие субъекты. Но мы знаем, с какой целью, и это у нас подтверждено средствами объективного контроля, другими данными, которые позволяют нам в юридическом смысле оформлять те данные, которые есть. И на основе этих данных возбуждается уголовное дело. Вот за счет этого идет рост. Если раньше мы этих людей юридически не могли привлечь к ответственности, то сейчас мы пошли по другому пути. Если он же вовлечен, в уголовный кодекс это позволяет делать. Если он является членом незаконного вооруженного формирования, и есть у нас для этого доказательства, мы возбуждаем дело. Мы являемся единственным субъектом, где, а именно в области противодействия атримизму-терроризму, мой первый субъект возбудил уголовное дело заочно в отношении тех, кто сейчас является участниками так называемого движения ИГИЛ. В результате мы имеем рост. Но это не говорит о том, что этот рост спровоцирован самими действиями. Мы эту статистику получили за счет действия наших же сотрудников, силовых ведомств, по взаимодействию с другими структурами и в результате судебных решений. После разговора о противодействии экстремистским проявлениям и вовлечении молодежи в экстремистскую деятельность, в адрес министра был направлен вопрос, касающийся безопасности самих сотрудников и отделов полиции ввиду происходящих террористических атак на отделы полиции и посты ДПС в соседних районах, на что Казимир Халисович ответил следующее. Они хотят показать, что власть ничего не решает, что власть сама не защищена. Вот основная цель нападения на сотрудников. Почему они это делают? Именно в отношении сотрудников. И пишут. Там же тоже есть люди, которые, я не хочу сказать, что они журналисты, но опыт журналистики у них есть. Вот посмотрите, какие логически выстроены статьи, ролики. Голливуд отдыхает по сравнению с тем, как они все делают. Они тоже знают механизм воздействия на людей. А это исполнители. Они настолько прониклись, они решили, что таким образом они исполняют свой долг, как им кажется, перед Всевышним. Какая была реакция? Они не смогли это сделать. Ведь утром им никто не говорил, этим сотрудникам, смотрите, на вас будут нападать. То есть это система мер, скажем так, некая шалонированная система, которая позволяет реагировать. Я не могу, вы понимаете, говорить, что на 100% мы тоже так же реагируем. Но я могу на 100% вам ответить, что каждый из наших сотрудников будет делать все, чтобы этого не допустить. Также могу сказать, что мы входим, это я уверенно заявляю, в число тех субъектов, где наши сотрудники наиболее подготовлены. Почему? Вы знаете, что мы по программе структур специального назначения пропускаем наших рядовых сотрудников из других сфер, которые не имеют отношения к противодействию ни терроризму, ни экстремизму, ни их задержанию, там, особо опасных преступников. Почему это делается? Потому что в случае возникновения вот таких случаев они могли правильно оценить обстановку, правильно использовать те силы и средства, которые у них есть, и то оружие, которое они обладают на тот момент. Исключением не стали вопросы, касающиеся раскрываемости преступлений коррупционной направленности. К сожалению, это есть, что в наших рядах выявляются сотрудники, которые переходят за рамки дозволенного, допускают в том числе не только правонарушения, в том числе и преступлений. К сожалению, на этот год у нас есть рост на одно преступление. Если в прошлом году мы имели шесть возбужденных уголовных дел против сотрудников, то в этом году у нас семь. Из них три – это коррупционные направленности. Это имеется в виду те же сотрудники, которые допустили получение взяток в разной форме. К сожалению, вот есть такое. Сотрудники ГАИ в основном у нас отличились. Но мы боремся с этим. Есть еще и другие моменты, когда, наоборот, мне это тоже отрадно отметить. Людям предлагают, вот там, вы же нам пошли на встречу, а они говорят, нет, мы не занимаемся. Поэтому я хочу, чтобы вы тоже донесли до ваших читателей и зрителей, если кто-то подвергается вымогательству, в тот же день этот сотрудник, я даю слово, максимум 15 минут, от 5 до 15, он будет в воле, если он сумеет это доказать. Но доказать это сейчас не проблема. И я думаю, что многие это знают, потому что мы об этом говорим всегда. Позже министр внутренних дел Карачаева-Черкесия ответил на такие вопросы, как обеспечение жильем сотрудников полиции, кадровая политика ведомства, преступления, совершенные самими сотрудниками полиции, подростковая преступность и т.д. В этом мире я гость, не брошенный, отовсюду здесь веет холодом, не потерянный, но заброшенный. Я один на один с городом среди подлости и предательства И сюда на расправу скорого есть приятные обстоятельства Я люблю тебя, это здорово Это здорово Это здорово Это здорово Я навеки останусь, видимо В этих списках пропавших без вести На фронтах той войны невидимой Одаренности с бесполезностью Всюду принципы невмешательства Вместо золота плавят олова Но есть приятные обстоятельства Я люблю тебя, это здорово Это здорово Это здорово Субтитры создавал DimaTorzok В царстве глупости и стяжательства Среди гор барахла козелного Есть приятные обстоятельства Я люблю тебя, я люблю тебя Я навеки даю обязательства Что не стану добыть чего рано Есть особые обстоятельства Я люблю тебя, я люблю тебя Я люблю тебя Это здорово Это здорово Это здорово Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика». Сегодня Международный день светофора. Именно в этот день в американском городе Кливленде были установлены первые четыре электрических светофора конструкции Джеймса Хога. Они имели два сигнала – красный и зеленый. Они управлялись полицейским, который сидел на перекрестке специальной стеклянной будки. В России светофор появился лишь в январе 1930 года на углу Невского и Литейного проспекта в Ленинграде. В декабре этого же года автоматический регулировщик установили на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве. Третьим городом России, где начал работать светофор, стал Ростов-на-Дону. Первые светофоры в Черкесске заработали в центре в 1973 году. Сейчас в нашем городе работает более 50 светофоров. Из них 11 эксплуатируются давно и требуют замены. А вот светодиодные светофоры в республиканской столице появились в 2010 году. Они более долговечны и надежны. Свет таких светофоров заметен и водителями, и пешеходам при любых погодных условиях. Эти светофоры были приобретены по федеральной целевой программе повышения безопасности дорожного движения. Самый первый светодиодный светофор был установлен на пересечении улиц Ленина и Умара-Леева. Поделялся с нами главный специалист по вопросам транспорта и безопасности дорожного движения мэрии муниципального образования Черкеска Мурат Кушхов. На сегодняшний день в городе Черкесске функционирует 51 светофорный объект. Из них 11 светофоров являются изношенными, устаревшими физически. Они являются ламповыми светофорами. Ну а остальные современные светодиодные светофорные объекты, которые в принципе не ломаются, серьезных поломок не имеют, работают бесперебойно. Первый светодиодный светофорный объект появился в 2010 году. Приобретен он был по федеральной целевой программе повышения безопасности дорожного движения. Первый светодиодный светофор, насколько я знаю, вот здесь Ленина и Умара-Леева. Он даже без табло обратного отчета, что свидетельствует о том, что он один из первых светодиодных светофорных объектов. Вот по поводу вот этих 11 изношенных светофорных объектов хочу отметить, что мэрия города Черкеска в свою очередь направила опять же в эту же федеральную целевую программу, что было в 2010 году, на софинансирование, переоборудование вот этих изношенных на современные светодиодные светофоры. Поскольку оборудование дорогостоящее, нам самим как бы тяжело это с местного бюджета одновременно поменять. Это практически невозможно. Поэтому мы ждем, пока ответа не получили с Москвы, это в Москву мы направляли, пока ответа не получили, но надеемся поучаствовать еще раз и заменить эти светофоры на современные. За последние несколько лет, скажем, за 4 года, с количества 42 до 51 мы увеличили. То есть это очень существенное увеличение количества светофорных объектов. То есть увеличили почти на 10 светофоров. На сегодняшний день все перекрестки, где необходимость есть, они укомплектованы этими оборудованиями. То есть один перекресток имеет там где по 4 светофоров самих вот этих, где по 8, но он считается как одноцело светофорный объект называется. Сейчас в Черкесске во всех перекрестках установлены светофоры. Их обслуживает трансигнал республиканской столицы, сотрудники которого и устраняют все неполадки. А о том, что светофор сломался и не работает, как правило, сообщают сотрудники ГИБДД. Обслуживает их муниципальное, унитарное, строительно-монтажное, эксплуатационное предприятие. Мусмеп Черкесск Транссигнал. Это наше муниципальное предприятие, мы являемся учредителями этого предприятия. Они занимаются эксплуатацией, содержанием не только светофоров, но и всей дорожной инфраструктуры. Это включает дорожные знаки, дорожная разметка, дорожное ограждение и светофоры. Вот они занимаются, но в принципе бывают у нас частые наезды. Как всем известно, у нас очень интенсивное движение в городе Черкесске, опасное вождение. Наезды происходят, но устраняются они практически за день. Это если даже серьезные повреждения имеют. То есть с этим у нас работа налажена. ГИБДД постоянно, они же мониторят ситуацию. Ездят по городу, осуществляют движение круглосуточно. В случае выявления факта неработы, скажем, когда не работает светофор, они сразу же обращаются в Черкесск Транссигнал. То есть, чтобы светофор долго стоял, не работал, такого практически нет. Буквально в несколько часов это максимум устраняется. Практически жалоб по светофорам в мэрию Черкесской со стороны жителей не приходит. По федеральной целевой программе повышение безопасности дорожного движения в Черкесске все устаревшие светофоры планируют заменить на светодиодные. Таким образом, скоро на улицах города появятся светофоры, которые обладают более высокой видимостью в условиях тумана и снегопада. Зеленый свет Зеленый свет Случилось с ним Но почему, почему, почему Был светопор зеленый А потому, потому, потому Что был он в жизнь влюбленный В мелькани дней, скоростей и огней Он сам собой включился Чтобы в судьбе и в твоей, и моей Зеленый свет продлился Все бегут, 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 бег Я всегда спешу Чтобы в себе и твоей, и моей Зеленый свет прогрелся Все бегут, 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 бегут А он им светит Все бегут, 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 бегут А он горит Мы порой его отдать не можем Все спешим, спешим попасть в зеленый свет Зеленый свет Но когда она, увы, уходит Мы с тостой глядим опять на желтый свет На желтый свет Но почему, почему, почему Был светобор зеленый А потому, потому, потому Чтобы был он в жизни влюбленный И меками дней скоростей и огней Он сам собой и включился Чтобы в судьбе и твоей, и моей Зеленый свет прогрелся На волне радио Крычао-Черкесии Информационно-музыкальная программа Республика В православной традиции Существуют таинства Обряды, без которых Духовная жизнь верующего человека Была бы неполноценна Исповедь и причастие Одни из них Подробности о том, для чего Была установлена традиция В нашей традиционной православной рубрике И я передаю слово Журналисту Руфине Ковалевой Свет православия Слово, мир, человек Подготовка к исповеди Это особый настрой Направленный на исправление Своих грехов, своего дурного поведения Нечистых мыслей А также отслеживание всего того Что противоречит и нарушает Заповеди Господни Таинство исповеди было установлено Еще в первые века от Рождества Христова И тогда верующим приходилось Каяться в совершенных грехах Не только перед священнослужителем Но и перед всей общиной Рассказывает пресс-секретарь Пятигорской черкесской епархии Протерий Михаил Самохин Таинство покаяния известно с апостольских времен Желая поступить в общину Первых христиан Люди исповедовали в своих грехах Оставляли прежнюю жизнь И начинали ее по-новому С чистого листа В древней церкви покаяние было публичным Человек согрешая перед всей церковной общиной Перед ней же в целом и каялся То есть приходил в храм Божий И говорил, братья и сестры Я согрешил вот такими, такими, такими грехами И руководитель общины, епископ Налогал на него по канонам церкви Наказание, которое предусматривало зачастую И чаще всего многолетнее отключение от причастия То есть человек не мог подойти к святой чаши Те сел на крови престолов Наказание было очень строгим Дисциплина в церкви была очень и очень Щепетильна в отношении наших грехов Со временем исповедь ввиду нашей немощи Ввиду того, что мы стесняемся и стыдимся Исповедовать свои грехи Перестала быть публичной И она стала тайной Свидетелем от имени всей церкви Этой исповеди стал священник Ему была доверена роль Примирителя крешника Кающегося с церковной общиной Он стал представителем церкви в этом таинстве И людям стало легче так исповедоваться Так исповедь стала тайной Со временем церковная дисциплина Наказание за совершенные грехи Тоже стало мягче Но тем не менее она остается и сохраняется И покаяние включает в себя не только Исповедь о своих грехах Не только рассказ о них Не только твердое намерение и желание Не совершать больше греха Но и церковную реакцию на грех То есть предлагаемые священникам Средства к тому, чтобы человек изменился И больше не согрешал Это могут быть молитвы Это может быть усиленный пост Это может быть доброделание какое-то Например, раздача милостыни Которая способствует исправлению человека Вот так появилось и развивалось Состояние исповедения В православной традиции существует практика Которая называется эпитемия Она назначается для помощи кающемуся в борьбе с грехом И искоренения навыка греха Она помогает согрешившему обрести силы Для истинного покаяния и духовно возродиться Возможные виды эпитемии Поклоны во время чтения домашнего молитвенного правила Чтение духовной литературы Пост, милостыня и так далее Слово эпитемия – это отлучение от причастия Сейчас оно применяется, как правило, в очень редких случаях Выпиющего нарушения канона в церкви Норма морали христианской И применяются правила по благословению правящего архиерея Священник, как правило, предлагает человеку На время воздержаться от причастия, но небольшое Подготовившись к нему дополнительно Предлагаются дополнительные молитвы, дополнительный пост Дополнительные какие-то труды Это тоже называется эпитемия Но в собственном смысле слова Отлучением как таковым оно не является Это скорее способ подготовить человека к причастию лучше Потому что мы слышим, как апостол Павел говорит нам, что недостойно причащающийся Всю этого осуждения себе и телу про Христово Обо всем том, что было найдено и осознанно, и следует исповедоваться Но помните про искренность Не превращайте беседу со священником Просто формальное перечисление грехов по списку Говорит священник Покаяние по сути это изменение ума Поэтому нельзя на исповеди говорить о тех грехах Которые человек заведомо повторит в дальнейшей своей жизни Исповедью называется внешний чин таинства покаяния Покаяние же в греческом оригинале называется словом метаноия Извинение ума То есть покаяние это такая исповедь После которой мы не повторяем тех грехов, в которых покаялись Все остальное это лишь наши шаги на пути к истинному и настоящему покаянию И даже исповедуя грехи, но повторяя их вновь и вновь Мы не можем быть чистосердечными в своем мнении о том, что мы до конца раскаялись Правда же? И поэтому исповедь от покаяния, на мой взгляд, все-таки отличается своими плодами Своими результатами Что касается необходимости каяться в храме Ну, мы с вами уже сказали о том, что священник выполняет роль примирителя Кающегося грешника с церковной общиной Но кроме того, священник это еще и свидетель на страшном суде о нашем покаянии Есть церковная давняя традиция, которая говорит нам о том, что Священник будет свидетельствовать на страшном суде о том, раскаялись ли мы в своих грехах И иметь такого свидетеля в столь тяжелый момент нашей каждого с вами жизни Мне кажется, очень важно, очень дорого и очень ценно Это нам сейчас стыдно и неловко говорить о своем каком-то нехорошем поступке священнику Но потом, когда от ответа этого священника будет зависеть то, будем ли мы вечность с Богом или вечность без Бога Я думаю, что наличие такого свидетеля для каждого покажется очень-очень важным, очень и очень нужным Что касается посредничества, священник свидетель Не столько посредник, посредничество это скорее католическое учение Православная церковь говорит о том, что священник это свидетель, друг жениха Это друг Христов, который помогает человеку советом, добрым отношением, добрым словом и молитвой Самое главное, раскаяться, очиститься, измениться в своей жизни, в своем поведении, избавиться от греха Что касается Бога в душе, знаете, один известный богослов сказал по этому поводу Когда мне говорят, что Бог у них в душе, я всегда спрашиваю А какие подвиги вы совершали, чтобы у вас в душе поселился именно Бог? А что вы сделали в своей жизни такого, чтобы Бог был у вас в душе? К сожалению, современный человек склонен принимать естественное для каждого религиозное чувство Чувство того, что что-то где-то есть, есть высшие некие силы За то, что у них в душе уже сам Бог, это не так Для того, чтобы Бог вошел в нашу душу, мы всю жизнь свою должны посвятить тому, чтобы приготовить эту душу для Бога Я вас уверяю, что большинство тех, кто говорит, что Бог у них в душе, вряд ли понесли подвиги поста, молитвы, безмолвия, доброделания или милосердия, которые позволяли бы им об этом говорить Поэтому подобное вдушеверие, это, на мой взгляд, просто признак того, что человек еще далек Далек от понимания того, что Бог это личность Того, что между Богом и человеком существуют некие глубоко личные отношения, личность на личность И если человек этого не чувствует, он может смело и дерзко говорить Да, Бог у меня в душе Но когда человек начинает осознавать то, что Бог это личность, такое само мнение быстро проходит Несомненно, в боязни покаяния в присутствии священника присутствует желание скрыть от окружающих отрицательные стороны своей личности Вспоминая слова Иоанна Златоуста, сатана извратил естественный порядок Греху он дал дерзость, а покаянию стыд В православии грех приравнивается к болезни, а священнослужитель – к врачевателю Именно поэтому общение с батюшкой и исповедь должна быть частью духовной жизни каждого верующего Возврати себе храм Возврати себе свет Этим светом будь свят Этим светом согрет Возврати себе кров Дом, где спит твоя кров Возврати себе жизнь В веру, правду, любов Мой храм Ветер надежды Мой храм Там, где и прежде В мой храм Я возвращаюсь Руки всем вам Соедини В каждом сердце есть храм Имя храму Любовь Мы войдем в этот храм Мы войдем в этот храм Храм войдет в нашу кровь Возврати себе храм Возврати себе свет Этим светом будь свят Этим светом согрет Мой храм Ветер надежды Мой храм Там, где и прежде В мой храм Я возвращаюсь Руки всем вам Соедини Радио России Карачаево-Черкесия Погода По сообщению синоптика Сегодня днем по республике Ожидается переменная облачность Местами кратковременный дождь Гроза В отдельных районах Сильный дождь Ветер восточный 5-10 метров в секунду При грозе порывы До 18 метров в секунду Температура воздуха Плюс 27 Плюс 32 В горах Плюс 19 Плюс 24 В Черкесии Кратковременный дождь Гроза Ветер восточный 5-10 метров в секунду При грозе порывы До 18 метров в секунду На столбик термометра Поднимется до 30 градусов Пожароопасность По республике 1-3 класс В северных районах И в Черкесии Высокая пожароопасность 4-й класс На этом информационно-музыкальная программа Ради Карачаева-Черкесия Республика подошла к концу Выпуск подготовлен Корреспондентами Службы информации Сокорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев В студии работала Мадина Жужуева Мы с Вами прощаемся Удачного дня И отличного настроения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова